Кентукки это что? Это штат. Что там делают? Там пьют пиво, как и в Бодольске. Друзья, всем привет, с вами Саша Геннад. И Гоша Грибс. Проект Первая Варка, пиварни Биарбрио. И сегодня мы решили столкнуть два имперских стаута, два американских. Два имперца, два имперских стаута, тут этот имперский стаут, этот имперский стаут. Не русский, а американский вообще. Хочу просто заметить, что мы оба эти напитки пробовали. Вот это, по-моему, было у нас даже в одном из видео. Люди как пьют его, прям жиднеть начинают, думают, что как бы я его сам выпью, а никому больше не дам, дай сюда. Видео с этим напитком у нас на канале не вышло, пленку засветили. Бутылочка очень маленькая, ничего интересного. 0,25, было бы 0,75, я вообще люблю. Какие надо, как тебе надо. 0,33. Грустная, грустная история. Да, печальная история, поэтому они оба нам очень сильно понравились, поэтому приятно делать обзор с двумя напитками, которые уже заведомо приятные, интересные, любимые. Разливай, Саш, а про цену что можешь сказать? Достаточно высока. Нет, цена высока, они примерно одинаковые по цене у нас в России. Ну, не будем брать, по-моему, порядка 400 рублей, да? Ну, и вот видно немножко подороже. Но, с недавних пор у нас появилась вот такая вот карта, Craft & Food, это гастрономический клуб, вступив в который можно получать скидки во многих заведениях, ресторанах, кафе. Во всей стране. На сайте можно посмотреть список заведений, в которых работает эта карта и предоставляет скидка. 5, 10, 15, 20 процентов, по-моему, 15 или 20 максимум. И первое, что мы видим, хорошо, на Сашином бокале видно, что у Эвил Твин, Эвил Мастаут, светлее, пинк. Пинк светлее, но меньше. Здесь она прям, да, и здесь она такая светлая кремовая. Ну, я думаю, это ты бохнул просто по этому, по-моему, хопл, зерей. Ну, тут просто пива больше было, я боялся выпилить, поэтому более аккуратно. А здесь прям вот, на мой взгляд, Фаундерс немного темнее. Сам напиток? Да, потому что я вижу на просвет, потому что здесь боку у Эвил Твин коричневый, а у Фаундерс нет, ну, бокал-то одинаковый, и на грани коричневого нет, все черное насквозь. Ну, и пинка нам говорит о том, что там тоже темнее, скорее всего. Что, теперь запах. Давай, Эвил Твин. Хороший запах. Совсем разные. Вообще разные. Я не знаю, как их сравнивать. Вообще пахнут абсолютно по-разному. Здесь прям такие леденцы, конфеты, что хотите со мной делать, но здесь они есть. Чуть-чуть спирта. Спиртяжка, все это такой, это такой ликерчик, такой вот по запаху. Очень похожий на кофейный ликер, такое что-то, как они называются, амаретто, там, я их не пил, не пил. Пил, конечно. Бог миловал. Вот, Шеридан, это тоже ликер. Не-не-не, не ко мне вообще. Я не... Сейчас упалы какие-то постарались. Здесь прям вот этот напоминает такие наши отечественные дела. Виктория от Брюшна, это напоминает и Петра. Ну, нет, не сказал бы. Ну, он более традиционный, он более шоколадный. Шоколад, кофе, он более... Кондитерская такая вот прям. Он более такой, знаете, вот чего-то ждете, отстава-то вот прям вот по запаху. Вот тут вот прям вот оно есть, а здесь вот такой у вас сюрприз ожидает. Ну, оценки поставить, запаху. Запаху, ну, вот этому пятерку, этому у меня тройку поставлю. Потому что, ну, не того я жду, а там перского ставлю. Да? Я сейчас ставлю по четверке каждому. Ну, и все, надо пробовать. Пробовать. Чего начнем уже? Ну, слева начнем, чем? Ну, да, вот прям вот лепилцы, прям вот они прям как есть. Такие вот маленькие, знаете, такие вот, которые так слипаются, вот они там, что-то там с цитрусом, что-то там с клубничкой. Зелененькие, красные, желтые, я желтые очень люблю. Хотя они отличаются просто красителем, по-моему. Ну, вот пахнет реально вот и... Ну, и, кстати... Я не буду лукавить, но мне первый раз оно, когда я его пробовал, зашло больше. Я не знаю, заходит оно нормально, но... Не, я не говорю, что оно... Вот какой у него профиль, на мой взгляд, в аромате, точно такой же он у него и во вкусе. То есть не выпирает тут ни жженка, ни кофе, ни там что-то, ни бочка, если она есть. Он выпирает таким вот карамельным, он достаточно спиртовой сорт. Да. И спирта там прям вот ощущение. Ну, а, кстати, они почти одинаковые, они отличаются там на полградуса всего. То есть, наши 0,6, а этот там, по-моему, что? 12,6. 12,4 даже. Как крепче, да? 12,4. Ну, не знаю, кто-то, если профессиональный дегустатор, может различить от 0,4 градуса. Ну, не знаю, но здесь спирт чувствуется. Да, да, и неприятно, честно говоря, вылезает. Ну, я бы не сказал, что он неприятно, что он немножко сейчас замаскирован горечью, в послевкусии. Здесь хмеля предостаточно, мне кажется. Хмель здесь, он вообще играет такую роль второстепенную, потому что здесь, в этом пиве, он немножко о другом. Но во вкусе, вот эта горчина хмелевая, она прям такая веская, хорошая горчина такая, интересная. Вкус у него изначально сладкий, изначально прям такой сладкий-сладкий. Потом появляется спирт, а в послевкусии немножко так кофейков мазнули, ну, это из зажженных саладов, видимо. Может быть, жженка, кстати, горчина. Заспит там кофе нигде. Нет, ну, совсем, вот прям, вот совсем чуть-чуть. Ну, что здесь, в КБС гораздо интереснее, на мой взгляд. Пускай немножко дарит у тебя свое мнение. Ну, у него более сложный вкусовый профиль, потому что сделан, в основу у него Breakfast Out, уже Founders. Это двойной, шоколадно, кофейно и овсяный стал. Там три в одном, плюс умножить на два, и там просто бомба вкусов всяких. И более сглаженное тело, более округлое тело именно овсянкой. Потому что овсянка, она... Немножко пленочку дает такую ларту, которую потом ты сглатываешь вот здесь вот, если проглотил. Ну, убирает какую-то резкость в пиве. И все уходит. Добавляет какую-то вот именно органичность стауту, поэтому... Поэтому, как-то, может быть, немножко нечестно варить стаут именно на овсянке. На овсянке пиво не испортишь. Потому что они более в выгодном свете представляются, чем обычные, просто солодовые сорта. Вот. Ну и плюс здесь кофе, здесь шоколад, здесь бочка от бурбона. Год он выдерживался там. Давай оценим. Давай. Кус. Давай. Ну, вкус. Здесь четверка, потому что за необычность. И так бы она, конечно, поменьше была бы тоже оценочка. Потому что все-таки нетрадиционный такой вкус и запах. Вот. Здесь пятерка твердая. Потому что все в нем хорошо, во вкусе все. Все к месту. Но не буду я ставить, ну, четыре с половиной, ну, зачем? Пускай будет пятерка. То есть тут три-четыре, тут пять-пять. Мои оценки. Три с половиной вот этому пиву от Эвил Твин. Четыре с половиной КБС. Поясню, почему такие оценки. На самом деле, хочу там, скрыть покров или еще что-то. Мы, каждый из этих пивас, пробовали по отдельности. Когда ты пробуешь вот такой напиток, либо с более слабыми конкурентами, либо просто один, он кажется бомбическим. Но когда в сравнении смотришь, то понимаешь, что, ну, что-то тебе больше нравится, что-то меньше. В данном случае, ну, очевидно, что, по-моему, по двум нашим голосованиям победил КБС. Да? Да. Поэтому, почему низкое, три с половиной, по-моему, поставил, да? Вот этому напитку за вкус. Спирт, жесткий вкус, нет округлости той, которая есть в Кентукки Брэк Стауте. В общем, вот поэтому. Почему здесь не пять? Потому что я, наверное, где-то в глубине души максималисты и думаю, что пиво за пять я еще увижу когда-нибудь, где-нибудь. Вот такие вот дела. Так что советуем попробовать каждый из этих напитков. Да, каждый из этих напитков. И сделать собственное мнение. Да, сделать выводы, хотел сказать. Можно сделать выводы, можно составить мнение. Друзья, многие могли заметить, у нас на стене есть табличка с логотипом нашей пивоварни, нашего канала, с нашим слоганом «Пейте вкусные в меру». Для того, чтобы заказать такую же табличку, любую другую из тех, которые есть на сайте, в каталоге, вы можете перейти по ссылке, которая будет под видео. Студия Art Decor, которая находится в Краснодаре, очень быстро привел и доставляет. Делают, доставляют очень быстро таблички такие. Можете украсить свой интерьер, если вы владелец бара. Многие владельцы бара смотрят наш канал. Но, в общем, либо дома себе, на кухне очень хорошо будет смотреться такая табличка «Напоминание на холодильник», например, что не надо жрать после шести, а то будешь как Гоша Грибс. Не ешьте после шести, будьте как Саша Гендер. Пейте вкусные в меру. Всем пока.